Господь мой Бог мой, слава Христу, нашел топор, помолился и нашел топор сразу же. Представь, только перекрестился и сразу топор нашел. Где он был? Ну там, где я его клал, его не забрали просто оттуда. Меня оттуда сорвали. Я ходил, искал его и не мог найти. А тут помолился, только перекрестился, сразу иду раз и топор. Слава Христу, я с ним работать как раз люблю. Милость Божья всегда со мной, да? Да. Тут как Давид, можно плясать, плясать, радоваться. Вообще, я уже думал, все, топор надо покупать новый, а там, нашелся я тоже. Да, слава Христу, ну все. Дальше любишь или все? Да, Юля тут мне есть хлеб, можно показать. Да, с изюмом. Похоже на творог какой-то, сбитый. С изюмом творог. Это похоже на тесто с изюмом. А где топор-то был? Там, где я его оставил. Там я работал и складывал его рядом с пилой, там, возле забора. Логично. Где был топор? Там, где оставил. Да, возле забора. Ну, как я и предполагал, но я его не мог найти. Я несколько раз ходил и не мог найти. Осталось только вспомнить, где-то я его уложил. Я работал с пилой. Вот это руки хорошо развивает. Месить тесто вот это все. От 10 кг я врую. 30 кг заклечив, сразу. Все, наш дом пока. 20 кг поврогу пронесить. Пойдем. Пойдем. Шкурить. Шкурить. Шкурить, шкурить. Иди там, шкурить. У меня тут такая фраза зародилась, но я ее забыл уже. Постоянно, когда Игнать Тихонович говорит. Как-то он говорит. Самая лучшая фраза Игнать Тихоновича, если кто не знал, это Все бросаем, инструмент прячем, уходим. Да, это самая, это самая, нет, не самая лучшая, это самая приятная фраза. Все, прячем инструмент, уходим. Самая лучшая, это когда он писание чатирует. Самая лучшая фраза его это. Э! 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 Он что-то спросит, и сразу же секунду проходит, и сразу э! Да. То есть ты уже не дернулся, уже ты наказанный сейчас можешь быть. Судьбой. Что-то не то. Нет, он что-то, сейчас пойдем, говорит, аж курить-то березу, а неудобно. А, ну, по, а, он говорит, он говорит, он говорит, он говорит так, ну, по коням, а я всегда говорю, а кони это мы. Вот так, вот эта фраза у меня родилась здесь. По коням, а кони это мы, и все, и запряженные идем. Ничего себе, у тебя тут. Ну, на такую миску-то можно было побольше изюма, конечно, заплата родить. На дно стакана насыпали там. Нет, ну мы же хотели, я хотел сначала в одну буханку, чтобы сделать, а у нас резюм, а что там, куда вот, в тесто как полагаешь. Это он получится, помнишь, тогда пекли черный и еще? Или белый, прям такой же получится? Это вот такой же, как вот сейчас мне дойдет. С кашей, просто с кашей. Нет, тогда ты только каши добавлял, он темный. Тогда я еще и такой муки добавил. А, чуть-чуть. Только каша. Спасибо. Спасибо. Спасибо.